Приветствую всех, с вами Асина, и сегодня мы продолжаем читать такую замечательную визуальную новеллу, как Бесконечное Лето. Что же, друзья мои, мы находимся в лесу, и мы идём в старый заброшенный пионерлагерь. Ведь это так приятно, делать ночью. Уже совсем стемнело. Ночной лес словно опасался нас так же, как и мы его. Деревья вежливо расступились, грудившись по краям тропинки и осторожно наблюдая за нами. Где-то вдалеке изредка ухала сова, но тоже тише, чем обычно. Рядом со Славей мне было совсем не страшно. Наверное, в другой ситуации, даже в реальном мире, я бы испугался один идти ночью в лес, толком не зная маршрута. Но тогда я старался отгонять подобные мысли. Хотя уже само по себе это было странно. Славя словно убаюкивала мой инстинкт самосохранения, а ощущение реальности притуплялось. Ведь если так пойдёт дальше, то я и впасть к какому-нибудь чудовищу прыгну с улыбкой на лице. Хм, а ты совсем не боишься? В смысле? Славя обернулась и посмотрела на меня, при этом как-то странно улыбнувшись, то ли непонимающей, то ли с долей насмешки. А может, мне всё это просто показалось? Ну, ночь, лес, старый лагерь. Да, не по себе, конечно, немного. Немного? А ты что, боишься? А, нет, ну, то есть, да, конечно, это же естественная реакция человека в такой ситуации. Я не хотел показывать, что боюсь, хотя и страха особого не ощущал. Скорее чувствовал, что он в такой ситуации должен быть. Как будто мой организм перестал вырабатывать антитела для борьбы с болезнью. Я боялся не ночного леса, а того, что реагирую на происходящее не так, как положено. А с другой стороны, дураком выставлять себя тоже не хочется. Понятно? Славя опять улыбнулась и продолжила путь. Тропинка становилась всё уже, теснимая по краям деревьями и кустарниками. Чем дальше мы заходили в лес, тем хуже было видно луну. В одно мгновение она совсем скрылась за тучей, и всё погрузилось практически в кромешный мрак. Я сильно зажмурился, и когда вновь открыл глаза, луна вновь оказалась на своём месте и окрасила мир в ярко-белые цвета ночного савана. Всё-таки не люблю я темноту. Наконец вдалеке показался просвет, и через минуту мы вышли на поляну. О-о-о, дети мои, вы только посмотрите на это. Игра. То есть, какой же резкий контраст. Всего лишь днём я ел котлетки, а сейчас... О-о-о, да. Ладно, ладно. Почему у меня такая явственная параллель скорбь спать и полезла в голову мою? И надеюсь, нас не будет ждать ничего кроваво-страшного. На ней стояло здание старого лагеря, ветхое, размытое дождями, изъеденное ржавчиной и жуками-караедами. Своими разбитыми окнами, словно щербатым ртом, оно улыбалось нам, и в этой улыбке читался немою коржевым от мёртвых. Всю поляну окутывал кладбищенский туман, в котором то и дело виделись привидения, вурдалаки, зомби, черти и другая дьявольская нечисть. Этой картины уже было вполне достаточно, чтобы вызвать сердечный приступ или, в крайнем случае, паническую атаку у любого. И я бы наверняка не выдержал, если бы Славя не взяла меня за руку. Чтобы не было страшно, улыбнулась она. Я не смог ничего сказать, лишь покрепче сжал её руку. И какого чёрта меня сюда вообще принесло? Искать Шурика ночью в лесу здесь? Ну и как я мог на такое согласиться вообще? Ведь ни один нормальный человек бы... Но ведь и мир вокруг нормальным не назовёшь, как ни пытайся. Я постарался убедить себя, что ищу здесь ответы и хуже, наверное, не будет. Хотя на самом деле за последние четыре дня в этом пионерлагере со мной не случилось, и ровным счётом ничего плохого. И более того, не было особых оснований полагать, что случится в дальнейшем. Ну вот как раз сейчас происходит какой-то контраст с тем, что было с этими яркими днями и... И боже, и тем, что находится за спиной у Слави. Может быть, человек так устроен, что не может без приключений. Пойдём? Ну да, наверное. Однако мы не сдвинулись с места. Славя, очевидно, ждала, что первый шаг сделаю я, но меня хватало лишь на то, чтобы просто стоять и не пуститься на утёк. О, луна выглянула из-за туч, осветив здание старого лагеря. Теперь оно меньше напоминало склеп, но при этом все эти мёртвые картины в моём воображении ожили. На привидении словно навели резкость, чётче стал вой ветра, шились травы под ногами, а где-то вдалеке слышались звуки, происхождение которых понять я не мог. Наверное, тут раньше здорово было. Я внимательно посмотрела на Славю. Если даже она и боялась, то старалась этого не показывать. Мне сразу стало как-то немного легче и спокойнее. Фу, наверное. Пойдём? Да. Я шёл медленно, выверяя каждый шажок, стараясь не задеть старую ограду, покосившуюся карусель или ржавую горку. Трава в некоторых местах доходила до пояса, так что любое неверное движение могло привести к сломанным ногам или рукам. Наконец мы добрались до входа, и я посветил фонарём внутрь. Тьма, смотревшая на меня оттуда, была куда страшнее, чем замогильный вид снаружи. Там хотя бы ярко светила луна. Я набрался смелости и шагнул через порог. Внутри старый лагерь походил на детский сад, в который я ходил в детстве. Примерно та же планировка и убранство. Даже мебель, хоть и полосгнившая, казалась той же. Вот знаете, на самом деле, в Московской области, ну не знаю, как на самом деле в других областях, думаю, похожая ситуация. После развала Советского Союза очень большое количество пионер-лагерей, которые принимали детей на летнее проживание, они были закрыты из-за недостатка финансирования. И у нас, в Московской области, например, их порядком 20, наверное, штук где-то. Ни разу не ездила, не знаю, как там, очень интересно было бы на самом деле полазить по территории. Я видела фотографии, что там действительно сохранено даже убранство, всё это советское. Но есть охрана, хотя когда меня останавливала охрана? Ну, не знаю, жутко, очень жутко. Да уж, я поёжился, выхватывая фонарём из темноты всё новые останки былой детской радости. Жутковато. Славия уже давно не просто держала меня за руку, обхватила её, плотно прижавшись ко мне всем телом. Однако в её голосе не чувствовалось особого испуга. Может, не стоило сюда ночью идти? Наверное. Ну, осталось только, чтобы Славия была сумасшедшая и убила нас здесь. Вернёмся? Нет, ну как же, а Шурик? Сказала она, искренне удивившись. Да уж, Шурик. И чего он вообще сюда полез? Может, его тут нет? А где он ещё может быть? Не знаю, волки его съели, например. Не говори так! Славия нахмурилась и отошла от меня на шаг. Я уже настолько привык к её близости, что несколько расстроился. Ну ладно, ладно, волков тут, допустим, не возятся. Хотя откуда мне знать. Но раз уж пришли, давай искать. Мы обоскали все помещения старого лагеря. Игровые комнаты, спальни, столовую, кухню, туалеты. Я даже заглянул в плодовку, доверху запитую какими-то пустыми, слевшими коробками. Смотри. Когда мы вернулись на то место, с которого начинали, Славия подобрала что-то с пола и протянула мне. Это была старая кукла, выцвевшая от сырости, без одной руки и глаза с торчавшими отовсюду нитками. Ну и... Жалко. Что, жалко куклу? Да. И что её жалеть? Кто-то когда-то с ней играл, а потом вот так бросил, забыл. И она столько лет здесь одна, и в дождь, и в холод. Я никак не мог понять, серьёзно Славе или нет. Ведь сейчас не самое подходящее время, чтобы думать о таком. С другой стороны, а для чего сейчас время? Славя казалась действительно расстроенной. Да, наверное. Я взял куклу и повертел её в руках. Помнится, в детстве я также нашёл клюшевого льва в луже, принёс домой, отмыл. И потом относился к нему не хуже, чем к остальным игрушкам, хотя по виду ему давно была пора на пенсию. Ульянке подаришь. Хм? Славя рассмеялась. Внезапно из прохода подул ветер, напевая какую-то неведомую ораторию. Фонарь моргнул, и я инстинктивно отпрыгнул к стене, зацепился ногой за что-то и с грохотом полетел на пол. Живой? Ко мне подскочила Славя и помогла подняться. Да, вроде. Зацепился я за крышку люка. Грязь вокруг него была расчищена. Странно, как мы не заметили этого сразу. Так что, похоже, его недавно открывали. Ведь мы туда не полезем, да? Стараясь предвосхитить предположение Слави, спросил я. Она лишь грустную посмотрела на меня. Ну вот, еще не хватало в диггеров играть, ворчал я с трудом, откидывая крышку люка. Конечно, здравый смысл отчаянно кричал, что не стоит этого делать. Но логика, наоборот, подсказывала, что если бы этот мир хотел меня убить, то давно бы сделал это. Хотя если бы не Славя, то черта с два, я бы туда полез. Вниз на пару метров спускалась ржавая металлическая лестница, упирающаяся в грязный бетонный пол. Я свесился в люк и осветил фонарем достаточно узкий коридор, уходящий куда-то во тьму. И что там? Кажется, я слышала, что под старым лагерем есть бомбоубежище. Бомбоубежище? Но если учитывать время его постройки, то это вполне логично. И что Шурик там забыл? Не знаю. Конечно, может быть, что он и не открывал люк. А то, что его открывали совсем недавно, было очевидно. Но кому еще взбредет в голову туда лезть, как небезумному изобретателю? Если откинуть теории с потусторонними силами, то больше людей в этом лесу быть не может. По крайней мере, тогда я думал именно так. Ладно, я лезу первым. Если все в порядке, ты за мной. А что может быть не в порядке? Испугалась Славя больше из вежливости. Ну, не знаю. Крыса, например. Ты боишься крыс? Похоже, зря спросил. Я глубоко вздохнул и начал спуск. Мы медленно пробирались вперед, держась за руки. В кромешной темноте фонарь помогал не сильно, лишь изредка освещая куски старых газет и валяющийся тут и там металлолом. Внезапно начало казаться, что стены и потолок, убитые бесконечными линиями проводов, давят на меня и словно становятся уже. Я развел его руки в стороны, пытаясь измерить ширину прохода. Далеко нам еще? Грустно спросила Славя. Далеко до чего? Не имею ни малейшего представления. Ладно. И тут же передо мной, словно из ниоткуда, выросла массивная металлическая дверь. Ой! Тихо вскрикнула Славя. Я подергала за ручку, и она, казалось, начала поддаваться. Готова? Не знаю. Хотя, собственно, к чему надо вообще быть готовым в подобной ситуации? Колесо сделало несколько оборотов, ужасно скрипя при этом, и, наконец, замолкнуло, прокрутившись до конца. Я силой дернул дверь на себя, и она нехотя открылась. За ней была какая-то комната, которая оказалась как раз самим бомбоубежищем. Когда мы вошли, внезапно загорелся свет, отчего меня передернуло. Хотя вполне возможно, что здесь существуют какие-то источники автономного питания, в то время, когда строили эти катакомбы и все делали на века. Бомбоубежище оказалось именно таким, каким я себе его представлял. Здесь имелось все, чтобы поддерживать длительное существование людей во время войны. В шкафах нашлись костюмы химзащиты, противогазы, сухпайки и канистры с водой. В дальней стены я заметил множество различных приборов, измерителей давления, радиации, радио и так далее. Однако создавалось впечатление, что им никто никогда не пользовался, что, в общем-то, неудивительно. Более того, даже не заходил сюда ни разу после постройки. Славя упростительно посмотрела на меня. Ну, тут Шурика точно нет. А был? Не знаю. Ну, если был, то не мог он вот так взять и испариться. Я окинул помещение взглядом еще раз, и слева от себя в стене заметил дверь. Может быть, там? Однако дверь не открывалась. Вдруг он запер ее с другой стороны? Ну, зачем? Не знаю. Однако это вполне возможно, если предположить, что он вообще здесь. По всему похоже, что Шурик прятался и, может быть, сбежал от кого-то. От таких мыслей мне стало не по себе и захотелось самому побыстрее оказаться по ту сторону двери. Я силой надавил, но она лишь глухо скрипнула. На вот, может, этим? Славя протянула мне фомку. Я повертела ее в руках, прикидывая, как лучше подцепить дверь. Давай попробуем. Напрягшись изо всех сил, мне все же удалось сорвать дверь с петель, и она с грохотом упала на пол. Пока я приходил в себя от чрезмерных усилий, Славя светила фонарем в образовавшийся проход. Там такой же коридор. Да уж, тут прям целый лабиринт. Идем? Подожди. Я сел на кровать, снял с подушки пыльную наволочку, вытер пот со лба. Сейчас дышусь немного. Славя села рядом и принялась изучать детали узора плитки на полу. Ты бы фонарь пока выключила. А, да? Она немного покраснела и тут же щелкнула кнопкой выключения. Жуть какая-то. Я поймал себя на мысли, что последние полчаса уже не воспринимаю происходящее как реальность. Словно все это не со мной, словно все это сон. Как тогда, четыре дня назад, в первые минуты после того, как я оказался здесь. Да, наверное, в последнее время я начал свыкаться с этим миром, с этой реальностью, какой она для меня стала. И уже не так, но это где-то в душе необходимость найти выход. А теперь вот опять. Мгновение ока лес, старый лагерь, бомбоубежище. Во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного, но и нормального, привычного мне по прошлой жизни было мало. Так, извините, глотнул просто. Небольшой глоток кофе. Да, согласилась Славя. Тебе не кажется все это странным? Что именно? Ну что, мы сидим тут вдвоем ночью. Не нормально ли в данной ситуации дождаться утра, вызвать милицию? Да, наверное, сказала она задумчиво. Конечно, я практически сам вызвался, не стоило. Ну, практически, не считается, но все же. Но ведь ты просто хотел помочь. Если Шурик там, то нужно его найти как можно скорее. Такими темпами скорее не мы Шурика найдем, а им потом нас придется искать. Ведь он как-то смог тут заблудиться. Славя погрустнела. Ладно, ладно, я ничего такого не имел в виду. Может, его там нет, и он давно вернулся в лагерь. Да, может быть. Но проверить стоит? Конечно. Славя встала и протянула мне руку. Похоже, ей все-таки не было так страшно, как мне. Хотя и я уже устал бояться, и сейчас лишь хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. О, господи, все хуже и хуже. Все страшноватее и страшноватее. Коридор был действительно точно таким же, как и тот, по которому мы попали в бомбоубежище. Я шел медленно, тщательно осматривая пол, то и дело проверяя, не сужаются ли стены. Смотри! Славя крепче сжала мою руку и показала на пролом посреди туннеля. Достаточно широкий, чтобы в него пролезть или провалиться. Может быть. Я посветил низ, но над ней не было видно ничего, кроме земли. Думаю, стоит проверить. Глубина ямы позволяла потом выбраться оттуда, так что бояться на первый взгляд было нечего. Я аккуратно спустился и помог Славе. Мы оказались в какой-то шахте. Стены и потолок были укреплены деревянными балками, а вдаль уходили рельсы. Кое-где давящая на эту хлипкую конструкцию земля прорвала прогнившие от старости доски, отчего все это сооружение не казалось особо надежным. Как думаешь, где мы? Не знаю, шахта какая-то. Что здесь могли добывать? Может быть, уголь? Может быть. Мы начали медленно продвигаться вперед. Из-под ног то и дело предательски вылетали камни, свет фонаря дрожа прыгал от одной стены к другой, то и дело вылавливая из тьмы бесформенные тени, которые исчезали, стоило посветить в их сторону. Тут страшнее, чем наверху. Да, пожалуй. Ой, чем дальше мы продвигались, тем сильнее крепла во мне уверенность, что Шурику тут просто нечего делать. Не утащила же его в самом деле какая-то чупакабра, хотя и этот вариант исключать не стоит. Наконец мы вышли к развилке. Куда нам теперь? Не знаю. Я попытался придать своему голосу хотя бы подобие спокойствия, но в действительности и правда не знал. Совершенно ничего. Никуда идти, нигде, Шурик. Низачем вообще мы здесь? Вдруг заблудимся? Да, точно. Давай сделаем пометку, что здесь мы уже были. Я взял земли довольно большой камень и тщательно выцарапал на одном из бревен, державших потолок, крест. Вот теперь точно будем знать, что здесь уже проходили. Хорошо. Славя улыбнулась. А куда? Только... Вы даете мне выбор. Вы даете мне выбор. Ведь я могу ошибиться. Ну ладно, в любом случае я всегда смогу вернуться назад и переиграть, если что. Налево или направо? Предпочитаю налево. Похоже, еще одна развилка. Налево, направо. Еще налево. Мы вышли к некоему подобию шахтерского привала. Вроде везде валялись кирки, каски в углу, ржавая вагонетка. Все предметы были настолько старыми, что относились скорее к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта. А значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовала, что выход где-то рядом, поэтому мы отправились дальше. Ну, да будет так. А теперь направо. Ладно. Еще одна развилка. Вы издеваетесь надо мной? Еще одна еще. Мы начинаем бродить с вами. Давайте просто входить постоянно направо. И... Может быть, это было... Так, здесь мы уже были. Давайте направо. Вот, мы вернулись, значит... Где-то мы не там повернули. Так, надо искать дальше. Теперь мы идем направо. Угу. Еще раз направо. Похоже, еще одна разбилка. И еще разок направо. Ох... Наконец мы вышли из туннеля в довольно большую комнату с высоким потолком. Хотя комнаты это можно было назвать только с натяжкой. Похоже, здесь что-то добывали. Возможно, уголь может быть золото. Все стены изрублены то ли киркой, то ли отбойным молотком. Здесь царил кромешный мрак, поэтому единственным нашим спасением оставался фонарик. Сломайся он, и мы вряд ли когда-нибудь выберемся отсюда. В его свете я заметил какую-то красную тряпку. Это был пионерский галстук. Теперь ясно, что Шурик здесь. Шурик! 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 Ответом нам встала лишь эхо. Не волнуйся с ним... А, господи. Не волнуйся с ним, все в порядке. Честно говоря, в ту минуту я больше волновался за себя. Но куда он мог отсюда уйти? Из этой комнаты не было другого выхода. Конечно, возможно, в этих туннелях есть еще места, где мы не бывали. Значит, придется искать дальше. Похоже, еще одна развилка. Давайте теперь, знаете как? Направо. Налево. И направо. И еще разок направо, я не знаю. И налево. За очередным поворотом в фонарь выхватилась тьмы деревянную дверь. Ну, уже хоть что-то. По правде говоря, я так устал бродить по этой шахте, что и думал. Думать забыл о Шурике. Хотелось просто поскорее найти выход. А что там? Вот сейчас и выясним. За дверью скрывалась небольшая комната, похожая то ли на подсобку котельной, то ли на одно из помещений и бомбоубежища. Повсюду валялись пустые бутылки, а стены были расписаны лучшими образчиками русского народного фольклора, что говорило о том, что здесь до нас уже кто-то бывал и не раз. Правда, судя по всему, очень давно. Я водил фонарем по комнате, стараясь осмотреть все углы, как вдруг обнаружил съежившегося в углу Шурика. «Шурик!» — закричала Славя. Он же, казалось, не обратил на нас никакого внимания. «Так вот ты где? Мы тебя всю ночь ищем! Что ты тут вообще забыл?» Шурик поднял на меня мутные невидящие глаза. «А вы кто?» «Что значит «мы кто?» Давай уже вставай и пойдем!» «Никуда я с вами не пойду!» Шурик вновь уставился в темноту. «Вы опять хотите меня обмануть?» «Будете водить кругами под земелью? Будете, я вас знаю!» Он перешел на какой-то дьявольский шепот. «Хватит уже нести чушь!» «Я хотел подойти к нему и помочь подняться, но Славя остановила меня!» «Он не в себе!» «Ну и я не в себе! Целую ночь тут шляться любой не в себе будет!» Она укоризненно покачала головой и, медленно, стараясь не выходить из света фонаря, подошла к Шурику. «Все в порядке! Это я, Славя!» «Правда!» Шурик посмотрел на нее и тут же тихо заплакал. «Конечно! Кто же еще? И Семен со мной! Мы пришли за тобой! Теперь все в порядке!» «Вы точно не они!» «Кто они? Шурик, не пугай меня!» «Нет, конечно, мы это мы!» Он попытался встать, но, видимо, потерял ориентацию и был уже готов упасть, если бы Славя не схватил его за руку. «Вот так, осторожнее!» Когда они подошли ко мне, я сказал, «Ладно, пора выбираться отсюда!» «Назад нельзя!» «Назад это куда? В шахту?» «Да!» Шурик говорил спокойно, но при этом его голос еле заметно дрожал. «Почему?» «Там они!» «Кто они-то?» «Голоса!» «Какие еще голоса?» Я уже начинал терять терпение. Конечно, это место, эта ситуация не были нормальными, но если бы здесь и водилась какая-то чертовщина, то по всем канонам фильмов ужасов она давно уже должна была показаться. «Успокойся, Шурик, расскажи нам все подробно!» Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. И начал. Мне нужны были кое-какие детали для робота, и я слышал, что в старом лагере есть бомбоубежище. А в бомбоубежищах обычно много всякой аппаратуры, она, конечно, старая, но разобрать вполне можно. Катушки, там резисторы всегда найдутся. Вот я с утра пораньше и пошел, думал, все быстро сделаю, завтраку, вернусь. Все, что нужно, я собрал. Он достал из кармана и показал нам какие-то лампочки и проводочки. Но потом из-за двери там, наверху, в бомбоубежище услышал какие-то звуки. То ли стоны, то ли плачь. Сначала страшно было, но потом я подумал, а вдруг человек в опасности и пошел. И тут вот шахта, лабиринт этот чертов, я совсем заблудился. И голоса, голоса повсюду что-то говорят мне, то кричат, то шепчут, а я никак разобрать не могу. Он уже был готов разрыдаться, но Славя нежно погладила его по голове и Шурик продолжил. В общем, нашел я эту комнату, тут хотя бы не слышно их. И решил сидеть и ждать, пока тебя не спасут, как в фильмах уровня Б. Саркастически спросил я. Славя бросила на меня гневный взгляд. Ну, в любом случае, пора выбираться отсюда, если, конечно, ты не против. Пойдемте, я знаю короткий путь. Короткий? Да, я уже тут все исходил. Ну, ладно. Видимо, тут у Шурика какой-то приступ шизофрении случился. В прямом смысле этого слова. Шурик не соврал. Действительно, поплутав по шахте всего пару минут, мы оказались возле решетки, за которой виднелось небо. И почему же ты не выбрался тогда сам? А ты попробуй. Я подтянулся и сильно зернул решетку несколько раз. И правда, так просто не сломать. Нужно что-то тяжелое. Я посмотрел вниз на Славию Шурика. Может, фонарем? Фонарем. Я покрутил его в руках. Да, это была не китайская поделка девяностых, коих у меня в свое время множество валялось на даче, а настоящий советский добротно сделанный металлический фонарь. Конечно, не молоток, но при должном усердии. Я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах, где она крепилась к стене. Вскоре мне повезло. Послышался треск, и на землю полетели болты, удерживающие ее. Через минуту я уже валялся на траве возле памятника и с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух. Хотя после шахты мне бы любой воздух показался свежим. Ну ладно, я пойду. Спасибо вам. Шурик выглядел несколько растерянным. Я некоторое время оценивающе смотрел на него, но в итоге ничего не сказал, лишь слабо махнул рукой на прощание. В конце концов, не было ни сил, ни желания с ним разговаривать. Да и что сказать? Ругать его сейчас бесполезно, пытаться что-то узнать, наверное, тоже. Ну и ночка. Славя сидела рядом и мечтательно смотрела на Луну. Да уж. Если бы мне, кто еще неделю назад сказал, что я попаду в пионерлагерь, да еще придется лазать по бомбоубежищам. Зато весело. Ха, в каком-то смысле. Действительно, что-то забавное в этом всем было. Но было и странное. За последние несколько часов со мной могло произойти все, что угодно, но в итоге не случилось ничего. Возможно, через пару лет я буду вспоминать это лишь как смешной случай из детства, если доживу. Как думаешь, он правда там что-то слышал? Не знаю. Возможно, конечно, но, скорее всего, ему просто показалось. Такой ситуации любому может померещиться. Это было не только самое логичное объяснение, но и самое правильное. Ведь с нами-то ничего не случилось. А я вот думаю, ему стоит к психиатру показаться. Наверное. Славя рассмеялась. Ну ладно, пора спать. Угу. Я чувствовал, что надо что-то сказать Славе. Не был уверен, хочу ли, но необходимость ощущал. Спасибо тебе. За что? Она недоуменно посмотрела на меня. Без тебя я бы не справился. Да ничего. Славя покраснела. Я был у нее в долгу. Опять. Интересно, как хотя бы частично вплатить ей за все, что она для меня сделала? Я смотрел на ночное небо и медленно погружался в сон. Все приключения сегодняшнего дня настолько меня утомили, что сил больше не оставалось. Знаешь, при других обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви, сказал я, теряя контакт с реальностью. Мысль обычно работает куда быстрее, чем здравый смысл. Но Слави рядом со мной уже не было. Может, оно и к лучшему, хотя бы не слышала. Хотя странно, почему она ушла не попрощавшись. Ну и ладно. Утро вечера мудренее. Я так устал, что еле добрался до домика вожатой. Однако в окне горел свет. Это значит, что она меня ждет. А вот это, в свою очередь, значит, что мне опять предстоит выслушивать норовоучения. И сейчас уж точно ничем не обоснованные. Выяснить, прав я или нет, не было никакого желания. Шезлонг, стоящий рядом, приветливо манил, словно предлагая поспать в нем, забыв про шахту Шурика вожатую. А вот и вы. Отрешенно бросил я, продолжая смотреть на заветный шезлонг. Семен! Да-да, мы нашли Шурика, подробности вам расскажет завтра Славя. А сейчас мне бы хотелось поспать. А на секунду непонимающая смотрела на меня, а потом сказала... Ладно уж. Не знаю уж, сыграло ли свою роль упоминание Слави, но через полминуты я уже лежал в кровати. В голове еще некоторое время крутились мысли о сегодняшних событиях, но вскоре она начала болеть из сознания, словно включив безопасный режим, ушла на перезагрузку. И начинается день пятый. Ну что же, действительно, день четвертый пока был самый фееричный. Мы бежали. Бежали из последних сил. На этом моменте, я думаю, я с вами на сегодня попрощаюсь. Слишком много событий произошло за последние полчаса. На самом деле, я думаю, что все-таки что-то здесь не так. Как-то все недоговоренно и скомканно получилось. И, может быть, Шурику казалось... Может быть, Шурику не казалось. Вот что самое страшное. Не знаю, что покажет пятый день, но четвертый был довольно пугающим. С вами была Осина. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И всем большое спасибо. Пока-пока.